Утро в столице началось с активной работы ПВО, и судя по всему, это была комбинированная атака. Шахеды плюс баллистика, или чисто баллистика, сбивали в нескольких сотнях метров от места, где я находился в этот момент, и визуально разрывы от ПВО были выше того уровня, на котором летают шахеды. Тем более, когда последний раз шахеды сбивали над Киевом, летели они очень низко, и слышно их было хорошо. В этот раз ничего подобного, и скорее всего, это была баллистика. Ну а с учетом того, что прилетов не было, сбили все, что летело. Ну и еще один момент говорит о том, что это не БПЛА. Шахедами орки атакуют ночью, скорость полета относительно низкая, и поэтому для поражения подходит стрелковое оружие. В темное время суток попасть по летящему БПЛА стрелковым оружием намного сложнее. Для прицеливания надо хотя бы минимум естественного освещения или подсветка прожектором. Днем его хорошо видно, и поэтому шансов у него почти нет. Утренняя атака проходила в светлое время суток, и благодаря высокой облачности их было бы хорошо видно. Поэтому даже крылатые ракеты для этой цели подходят не очень, а тем более БПЛА. Скорее всего, атака проводилась баллистическими ракетами. Возможно, позже будет более точная информация. Да и сам перехват осуществлен с помощью ракет, а по шахедам работают гепарды. В этот раз их слышно не было. В общем, ракетная истерика, как правило, происходит после того, когда качественно прилетела парашистам, особенно на его территории. Видимо, так произошло и в этот раз. В течение ночи со стороны Московии пришло несколько сообщений, и все это можно считать таким, что там очень захотелось ответить по Киеву. И вот первым кандидатом стало Коломенское конструкторское бюро машиностроения. Его позиционируют как один из крупнейших научно-производственных центров, который работает исключительно в сфере военно-промышленного комплекса. Это старое предприятие, которое создано еще в 1942 году, и тогда применялось оборудование, полученное от США по Ленд-Лизу. Там производят системы вооружений, с которыми мы сталкиваемся прямо сейчас. И, возможно, утренний обстрел столицы был проведен ракетами «Искандер» этого предприятия. Именно это предприятие разработало и выпускает «Искандеры», а кроме того, ракеты и пусковые элементы для противотанковых комплексов, систем ПВО и целый набор различных ракет для самолетов и, особенно, вертолетов. Там же разрабатывается и производится вся номенклатура комплексов динамической брони для бронетехники и, в частности, для танков Т-90. Предприятие является крайне важным для вражеской военки, но плюс к тому, находится оно в Подмосковье, и прилет по предприятию на таком расстоянии дает повышенный коэффициент результата атаки. Но это еще не все. Этой же ночью произошел мощный пожар на Тамбовском пороховом заводе. По разным данным, горело там очень бодро, в результате чего один из цехов полностью вышел из чата. И тут надо заметить, что на заводе выпускают не только порох, но и другую продукцию, а поэтому разные производственные процессы разнесены по разным цехам. Пока нет достоверных данных о том, что именно там пришло в негодность, потому что какие-то подробности всплывают в их пабликах, которые тут же чистятся, но судя по тональности, с которой местные обсуждают происшедшее, там все было как надо. Плюс к тому, никто не трогает сообщение о том, что туда полетели, наверное, все тамбовские скорые, что вряд ли можно объяснить тем, что медики просто решили погреться у костерка. О причинах пожара пока тоже нет подробностей. Но тут можно выдвигать уже достаточно обоснованные предположения. Этому предприятию уже более ста лет, и поэтому технологии производства и меры безопасности, в том числе противопожарной, на таких предприятиях работают эффективно. Предположить, что кто-то покурил не там, где надо, конечно, можно, но с таким же успехом можно допустить, что курильщиком оказался пришелец из Таукита или Мельмака. Более того, пока не началась широкомасштабная война с Украиной, предприятие работало без опасных курильщиков, солнечных линз, коротких замыканий и ударов молнии. А вот этим летом туда прилетело, и возник первый пожар, как бы открывающий сезон огненных шоу. И вот опять произошло то же самое. Некоторые местные обитатели говорят о том, что перед тем, как на заводе сначала задымилось, потом возникло настоящее зарево, было замечено странное движение в небе без конца. А кто-то даже слышал звук двигателя беспилотника. И все это началось вот прямо сейчас, когда завод конкретно работает на войну против Украины. С учетом того, что ВСУ предупредили россиян о том, что военные заводы стали законной целью для ударов, скорые поехали вытаскивать оттуда лиц, предупрежденных о последствиях, но проигнорировавших эти предупреждения. В таком случае резонным становится вопрос, «Ну и кто тебе, доктор?» Пожар на двух важных предприятиях в течение одной ночи вряд ли можно считать случайными. И поэтому тут, скорее всего, можно говорить о том, что ВСУ начали резьбу военных заводов, что уже назрело и перезрело. И, наверное, противник это уже тоже понял, но сделать особо ничего не может. ПВО явно на всех не хватит. Им бы холодильник Путина прикрыть, да Керченский мост, а уже до Тамбовского завода руки точно не дойдут. Противник полагает, что расстояние можно считать самодостаточным средством ПВО, но, как показывает практика, это не совсем так. Ну и плюс к тому продолжается рельсовая война в тылу противника. Пусть она и не имеет решительной интенсивности, зато перемещается все глубже на вражескую территорию. Выглядит это так. Все это произошло в течение тех же суток, что и пожары на заводах. И что характерно, если раньше большая часть диверсии на железной дороге была связана с выведением из строя распределительных шкафов, которые просто поджигались, то в данном случае был исполнен полноценный подрыв железнодорожного полотна, в результате чего вагоны рашистов сошли с рельс. Так что на болотах сутки прошли тревожно и неудивительно, что там решили распаковать свой запас ракет. Но заметим, ни флот, ни авиация противника в этой атаке на столицу не принимали участие. Возможно, там считают, что лучше не провоцировать неприятности, поскольку и кораблей осталось уже совсем немного, и рано или поздно аэродромы стратегической авиации посетит мощное фаер-шоу. Это вопрос времени. Субтитры создавал DimaTorzok